Здарова народ! Давайте сегодня посмотрим с вами на PSP пневматику Krall Puncher Breaker 3, калибр 5.5, 2023 года выпуска. Приходит она уже вот в такой вот коробке, во всяком случае мне пришла. Они, кстати говоря, такие коробки были и до, потом обратно пошли красные коробки, такие красивые, потом обратно вот такие вот коробки. Была максимальная комплектация удешевления базы, вот, то есть это обрезание полной вот этой вот базы, где у нас были просто, ну, трафарет, так скажем, вложенный в воздушке. А сейчас здесь тоже обрезанный трафарет, вот такая вот коробочка. Ну, надеюсь, коробка удешевляется, но качество, как минимум, хотя бы остается прежним. Воздушка это не моя, воздушка заказчика, калибр 5.5, соответственно, с ней будем, работа с ней будем проводить определенные эксперименты. Все это, опять же, с разрешения заказчика. Ну, и на ней же, поскольку вот сейчас мы на нее переключаемся, мы сделаем визуальный осмотр, то есть, что она из себя представляет. То есть, как я и говорил, это калибр 5.5, то есть вот такие вот у нее нумерации. Как понять, что это 23-й год? Ну, очень просто. Вот на резервуаре у нас выбита дата опрессовки. Январь 23-го года, соответственно, то есть, я подозреваю, что это тоже был, ну, как скажем, 23-го года. Крышечка под дополнительный барабан только в пластике, в дереве ее нету. Соответственно, у нас остается пластиковая восьмерка. Уже более дешевое напыление на некоторые детали, соответственно, на резервуар тоже самое. Ствол, ствол, я так подозреваю, что оставили в старом напылении, чтобы он поменьше истирался. С другой стороны, так, пишет, пишет, у меня что-то с микрофоном. С другой стороны, что мы видим? Ручка взвода осталась неизменной, заглушка, регулятор, вожок предохранителя, все абсолютно то же самое. Тыльник, ну, немножко, конечно, он такой, так себе. То есть, видно следы литья вот этой вот печати штампа резины, точнее, обрезания ее. То есть, ну, резиночка такая довольно-таки мягкая. Нигде никаких щелей, ничего такого лютого я не вижу, чтобы где-то какое-то прям странное-странное и дискомфортное удешевление было. То есть, ну, пластик как пластик. То есть, я не могу сказать, что он дешевый, но он в то же время и не очень дорогой. Ну, в принципе, был всегда таким. То есть, видимо, как его штамповали, так и штампуют. Давайте сейчас снимем ее с ложе и посмотрим, что у нас внутри. Для этого... А, ну, также комплектация. Это саунд-модератор, он идет отдельно, докупается как опция. Также в комплекты идут два барабана, в данном случае 12-ти зарядных, и планка под установку цевья, то есть, это планка Пикатинни, то есть, ну, она пластмассовая. Сразу вам скажу, потому что планка пластмассовая, довольно бестолковая, поэтому можете ее оставить в коробке. Ну, тем не менее, как дополнение, тоже неплохо. Болтик железный. Дальше, что здесь идет еще в комплектации. В калибрах 5.5 обычно комплектуются вот такими лотками. Это под одну пульку. Их можно купить отдельно, расточить, и у вас будет под шестерку точно такой же лоточек. Далее, здесь у нас идет регулятор мощности. Нового вида штуцер заправочный, со старыми кольцами, с желтыми, вот эти вот, которые сжираются. Но если здесь, кстати, поглубже проточка, то, возможно, они будут жить подольше. То есть, металлический штуцер и дополнительные резиночки. То есть, одна на внутренний перепуск ствола, две на внешний. И также две дополнительные резинки на непосредственно сам заправочный штуцер. Сейчас это все уберем. Нам это пока что не нужно. И приступим к разборке. Изделие. Снимаем заглушку. Старым проверенным способом. Ключ в комплекте идет. И там находится у нас один винт, который нам нужно открутить. Здесь что мы видим? Все осталось то же самое. Винтик обычный. УСМ. Проверим, не взведена ли она. Нет, не взведена. То есть, можно спокойно нажимать. Удержание УСМ. Ну и двуступенчатый спуск. То есть, все абсолютно тоже то же самое. Сейчас сбросим все давления и посмотрим, что у нее внутри. Так, продолжим. Прерываю сегодня постоянно. Ну, увы, такие аспекты. Так, стволик как снимается? Так же два винтика. Чуть-чуть их ослабили. И по идее стволик у нас должен выйти. Тоже аккуратненько, покачивая, вынимаем стволик, чтобы не повредить вот эти вот резинки. Вот эти вот затертости говорят о том, что было чрезмерное давление во время вот этих вот посадочных или опорных мест. Соответственно, здесь тоже надо будет немножко это все дело убрать, чтобы стволик у нас свободно устанавливался. То есть, по нему никаких нареканий нет. Нареза в порядке. То есть, вон видно, что ствол у нас имеет, канал ствола имеет нареза. И остается ствольная коробка. То есть, какой она имеет диаметр прутка. Сейчас пошли пружинки уже хорошие. Ну, вот я прям чувствую, да, что она здесь, скорее всего, либо 1,27, либо 1,3. И 1,27. Шикарно. На ней, в принципе, можно и строиться. Строить будем, кстати говоря, данный экземпляр под редизайн. Но с возможностью перехода на самолетеечку. Вот. За что хочу сказать огромное спасибо Филу Романову. Если он смотрит этот ролик, Фил, огромное тебе спасибо, что заскочил к Андрею и передал вот эти вот пульдосы. Я так понял, это огрехи литья. Ну, это, видимо, от матрицы осталось. Вот. Пульки выглядят вот таким вот образом. Здесь два вида. Какие-то потяжелее, какие-то полегче. То есть, насколько я знаю, Фил вот такими вот пульдосами стреляет. То есть, они что-то там 1,8, что ли. А также есть с более длинным носиком. Они немножко подлиннее. Пулька просто осаливается дополнительно. И спокойно проходит псевдочоковое сужение. Я попробую их обязательно постреляю. Правда, я не знаю, какая он их кучная скорость. Мы попробуем на среднюю выйти. У меня их немножко. Половинка таких, половинка таких. Попробуем где-нибудь на 26.0 запустить их. И посмотреть. То есть, это средняя рабочая скорость любой пневматики. То есть, ну, соответственно, то есть, 3-х джоульный. Который идет до 3-х джоульный. То есть, это КСО. Конструктивно схожа с пневматическим оружием изделия. Вот такие вот моменты я обычно тоже показываю. Вот новые партии винтовок, которые пошли при разборке резервуара. Вот выкрутил я всего лишь заднюю пробку. Ну, по резику. Сейчас посмотрю. По свечу. Нареканий никаких нет. Он в идеальном состоянии. То есть, можно увидеть. Но это потом дальше буду уже с ним работать. И вот это уже не первый случай. То есть, в новых партиях винтовок у меня вот эти вот резинки. Их практически все зажевывают. То есть, их приходится менять. Ну, к сожалению, момент этот неизбежен. Даже в любом случае такое может произойти. Поэтому, если вы приступаете к обслуживанию, то обязательно комплект резинок полностью на всю воздушку приобретайте. Это будет вам не лишним. Пусть он даже лежит. Так, ладно. Теперь снимаем заглушку. Вынимаем отсюда клапан. Так, заглушка, заглушка. Она у нас, по-моему, 27-я. Да. Точно так же все на резьбах разбирается без особого труда. Здесь установлена вот такая вот пружинка. Замерим ее диаметр. Диаметр прутка меня больше интересует. 1,07-1,06. Стандарт. По длине, по количеству витков это я потом посчитаю. Это будет только нужно мне. Для того, чтобы правильно, грамотно это все дело настроить. И извлекаем отсюда клапану. Ну, клапану, как у нас и был, такой и остался. То есть, в принципе, ничего в нем не изменилось. То есть, все то же самое. Те же самые резинки. Те же самые пластиковые, я их называю, тельца. Потому что это не капролонный и не фторопластный. Еще мне интересно замерить вот эту мембрану. То есть, если она у нас слишком тонкая, меньше 0,25, то ее, меньше 0,30 точнее, то ее лучше, конечно, заменить. 0,28. То есть, ну и видно, что она уже в нулях даже, уже имела давленность. Вот такая вот мембранка. Будем тоже ее увеличивать. Вот. Ну и по пробке. По пробке здесь огромный плюс туркам. Они сделали, наконец-то, плоский торец. То есть, он теперь не острый. Я говорю сейчас вот об этом месте. Конкретно вот об этих вот закраинах. Они раньше были острые, и клапана просто-напросто резало. Сейчас они их сделали прям четко-четко-четко, такой прям притупленный. И это сохраняет чуть-чуть дольше жизнь клапана. Но, тем не менее, все равно это остается расходник. Его тоже желательно иметь в запасе, чтобы оперативно, в случае выхода из строя, его поменять. Заправочный клапан выходит из строя значительно реже. Ну, как правило, он выходит из строя, если там стружки набилось, либо резинок, либо наклеп какой-то металлический из насоса там полетел, или из компрессора, из баллона вряд ли. Но, тем не менее. В общем-то, по большому счету, разборочка у нас окончена. Сейчас я приведу все это дело в полный порядок. Соберу. Ну и, может быть, к вам вернусь. Посмотрим по скоростям. У меня сегодня я с собой прихватил для 5,5. 5,5 я вообще не занимаюсь воздушками. Мне она не особо-то интересна. Но, тем не менее, люди спрашивают, если людям интересно, значит, придется делать. Есть у меня немножко к нокауту. Вот, кстати, давайте сравним их с пулями от Фила. Как я сказал, пули от Фила. То есть, это слаги. То есть, вот это слаг, так называемые слаги. Это 1,8. Как я понимаю, вот это вот 1,645. То есть, вот они, две пульки. Давайте рядышком положим еще длинный нос. Тупой нос это флейт нос, а длинный нос я не знаю, как будет на английском. Ну и хрен бы с ним, с этими пиндосами. Вот так вот они выглядят. То есть, это то, что, в принципе, подойдет к вездушке Крау. Вот это подходит за счет своего калибра, который спокойно, в принципе, проходит через чоковое сужение. А вот эти за счет своих поисков. Но, тем не менее, что эти, что эти, лучше всего осаливать. Чем осаливать? Банки нету. Вот такая вот смазка. Это силиконовая смазка с фторопластом. Банка 400 грамм на озоне. Что-то там, две тысячи с копейками стоит. Вот, найти все это дело можно. Вот. В общем-то, вроде бы, пока что все. Все, что знал, рассказал. Сейчас приступаю к работе. Особо здесь показывать нечего. Да и секретов своих раскрывать. А, нет, давайте, знаете, что еще? Бороскопом глянем ствол. Есть у нас с вами изображение. Сейчас я его выведу на большой экран. Чтобы все было видно. Ну, точнее, включу видеозапись. Так, она у нас прошла. И ныряем, так сказать. Смотрим. Ну, а здесь вот у нас видно, установлена еще резинка. То есть, ни смазку, ни ничего я не вытирал. Видно сам перепуск. Кусочек красного материала какого-то. Перепуск острова. Вот, но это мы все будем переделывать, доделывать. И вот они, эти поля нарезов. В чем здесь есть небольшой, как бы, плюс? В том, что они у нас, вот, относительно... Где у нас перепуск-то? Я уже его потерял. Столько всего навалено на столе. Вот, не люблю я это все делать на видео, потому что неудобно. И времени это отнимает огромное количество. Видно то, что у нас поля нарезов, хоть и корявенько, но начинаются до момента... Точнее, с момента, непосредственно, когда мы пулю дошлем досылателем. То есть, пуля у нас встанет примерно вот сюда. Вот, видно какой-то косяк непонятный. Что это вообще такое? Я думаю, я это заглажу. Нет, это внутренняя полость, она нам никак не помешает. Если бы это было внешне, то, конечно, да, пришлось бы с ней здесь колдовать. То есть, у нас пуля где-то вот здесь вот уже встанет и начнет стартовать уже полностью посаженная в нарезы. Так, что у нас тут еще интересного? Ну, пока никаких косяков не наблюдается. Обычный, дешевый стволик. Но, тем не менее, с довольно ровными полями. Здесь все четко. Так, сейчас мы дойдем до дульной фаски. Оп, что это было? Что это было? Что это было? Глюк, может быть, полоса просто пробежала. Ну, ладно, это я сейчас буду полировать, это уже все не на камеру. Потому что мне неохота возиться с этими лишний раз танцами с камерой. Ну, вот видно у нас заход вот этой вот краски. Это значит, мы приближаемся к дульному срезу, выходу. Точнее, вот, поярче немножко сделаем. Видно, что у нас даже фаска относительно, ну, не тоже относительно, она неплохая, она довольно ровная. Здесь вот кусок какой-то тряпки висит. Налипла какая-то грязь, и все это мелочи. Вот, в общем, по стволику после бароскопирования никаких нареканий нет. Сейчас будем все это дело отчищать-вычищать, проверять-перепроверять. Так, провел все необходимые манипуляции. И сейчас давайте с вами пробежимся немножко по пульдосам. Есть у меня 1.175. Вот такие вот пульдосики. Ну, как и говорю, то, что у меня 5.5, не самый распространенный калибр. Но, тем не менее, иногда люди спрашивают. Пульдосы от Фила перебрал. Давайте вам поставлю, чтобы было видно. Вот, я их еще не осаливал. Сейчас все это дело осуществим. И вот тут оказалось, у меня всего 5 штучек вот этих вот длинных. Давайте мы это все дело взвесим сразу. Чтобы нас камера не танцевать, я думаю, вот так вот должно быть видно. Видно же? Видно. Ну, 1.175 это стандарт. Висы у нас в граммах. 1.182. 1.182. Ну, это обычная штамповка пуль. 1.147. Видали, какие, да, попадаются? Ну, это не GSB. Это какие-то немножко другие пульки. Ну, хрен с ним. Так, к нокауту. 1.636. 1.654. Ну, 1.6, грубо говоря. 1.652. И вот фила пульки. Это который полегче. Давайте. 1.825. 1.823. 1.823. По-моему, кстати, они осалены. 1.841. 1.835. 1.8 возьмем счет. Не вижу осалены. Нет, по-моему, все-таки не осалены. Но я их просолю еще раз. Про осалю. Так, и с длинным носом вот такие вот пули. Тоже взвесим. Посмотрим. 2. Ну, в среднем 2 грамма, короче говоря. Ладно. Возьмем. Значение. 2.25. Всего их 5 штук. Не знаю, что с ними делать. Наверное, просто на скорость посмотрим, какую они покажут нам скоростные характеристики. Ну, и остальные тоже прогоним по скоростям. В общем, что было с воздушкой сделано? Ну, естественно, она была обслужена. Полностью. То есть, все необходимые резиночки были заменены. Все везде проверено, перепроверено. Все фасочки проточены, расточены. То есть, теперь у нас здесь в заправочном порте, как вы можете плохо видеть, здесь все гад. Так, давайте, знаете, что вот так вот сделаем? О! Здесь все чинно, благородно. То есть, никаких не заусенцев. Ну, и все то же самое в остальном. Просто, ну, на видео в это все танцевать. У меня это куча роликов уже на самом деле. Не суть. Также, что было решено? Но, поскольку это вообще первая воздушка у заказчика, то есть, никогда не было ни переломок, ничего. То есть, он решил сразу PSP взять, ну, и бюджетненький вот этот кральчик побаловаться попробовать. 5,5 калибр, как я и говорил. Но мы его сделали с возможностью перествола. То есть, я его заадаптировал при желании. То есть, человек просто поменяет ствол, поменяет досылатель, поменяет барабан. И у него будет уже полноценность шестерка. Но это, опять же, если захочется. Может кастомизировать ствол. То есть, в принципе, поставить сюда не родной крауски, а какой ему, в принципе, захочется. Ну, тут уже небольшие. Надо будет доработки провести, чтобы, поскольку контур в основном идет у кастомных стволов, у той же Альфы 16, а здесь 14. То есть, нужно будет немножко расточить. Восьмерку у двух местах. Ой, не восьмерку, а это мостик. И, соответственно, саму восьмерку. Ну, это делается все элементарно. То есть, тем более, он сказал, что у него есть такая возможность. Теперь что? Оставил возможность работы регулятора. Но вывел его в максималку. Сейчас мы в максималке посмотрим, какой он пульс, какой скоростью толкает. И, соответственно, от этого будем уже танцевать. Ну, и на регуляторе мощности будет у нас понятно, где какая более-менее кучная полка скоростей. Как я и говорил, настраивается это все элементарно на родных пружинках. Вот она уже установлена. Я ее не зажимал, то есть, закрутил просто до подлеца. Ну, в принципе, для трехжоульной винтовки этого за глаза. Сейчас, что мы делаем? Берем наш спидограф. Почему спидограф? Потому что он показывает километров в час. Или мили в год. Я уже точно не помню. Вот. Ну, я думаю, так, чтобы у него не было лишних засветов, отключим лишний свет. И просто буквально попробуем по паре штук выстрелов запустить, посмотреть, что он нам покажет. Для начала первыми у нас пойдут на максимально открытом регуляторе. Пульки 1-100... Сколько же они? 1... Ну, 1-175. Возьмем их. Значение. Давление где-то здесь 180. Я его не выводил в верхоплота. Пока что просто посмотреть вообще, что он нам покажет. Ну, это через чур, я думаю. Давайте еще одну на всякий случай. Ну, да. Это прям перебор-перебор. Немножко уберем регулятором подачу воздуха. Попробуем в минимум. Мне интересно. Не в минимум, а на середину. То есть среднее значение поставим. И попробуем ту же самую пульку. Уже лучше. Можно еще убавлять. То есть у нас остается адаптация практически под весь ассортимент пуль. В этом и плюс пятерочки. То есть давайте на первую ступень ее ставим после минуса. Расход. Да ерунда. Какой расход в пятерке вообще может быть? Маловата. Да. шикардос в общем я думаю это заказчику будет больше интересно в общем на легкие пули у нас по такое положение регулятора то есть можно скриншотить я думаю он поймет теперь опять открываем наш регулятор и пробуем кнопки он ниже к нокаут и на максималочку так что у нас тут по давлению ну где-то порядка 163 165 буквально пару штук нам больше не надо чтобы определить тоже многовато к ногам надо поменьше ну вот я как говорил это было на максималке от поставим на первое деление от максималки ну да где то вот так вот наверное вот плата я сейчас не гоняю принципе мне это неинтересно и это потом займусь уже не на камеру все это делается элементарно и просто тоже многовато убрал сейчас в середину то есть ровно наполовину регулятор мощности ну вот плюс-минус можно даже чуть-чуть его будет провернуть то есть она сейчас наполовину открыт то есть еще чуть-чуть прям при открыть и будет то что надо теперь что сделаем наверное сейчас выйдем вверха и попробуем толкнуть нашу 18 по одной штучке чтобы не определиться дальше я это уже сделаю а после а вот фила короткая пулька прям шиколдос мы попали приблизительно в пучную скорость на максимально открытым регуляторе не давайте 2 граммов очку примерно также толкнем ну можно поджать пружину опять же но это если будет к этому нужда в общем то в общем то в общем то в принципе все давление у нас где-то 145 приблизительно по остаткам какой 145 150 примерно осталось вот слышно что винтовка выходит перерасход ну поскольку у нас пока миссии еще прохладно ее так и оставим ну плюс пружинка еще подсядет в общем это определенные аспекты которые я уже индивидуально каждому заказчику поясняю и объясняю сейчас что на этом эту серию закончим и дальше я уже когда поеду куда-нибудь на пристрелку или отстрел мы посмотрим на бумаге конкретно вот эти вот пульки на этом регуляторе мощности который у нас сейчас с вами был то есть это максимально открытый клапан ну и только что мы с вами проверили погнали по весам единственное что учитывайте когда вы вместо к нокаутов используете редизайн в калибре 5.5 gsb или дизайн фил очень не любит эти пули у них скорость будет немного выше за счет того что они воланчиковой формы и проходить канал ствола полегче то есть соответственно минусуйте где-то еще минус 10 от скорости вот этой пули то есть точнее плюсуйте к редизайну где-то плюс 8 10 километров в час от этой пульки вот на этом все погодка конечно вообще не радует но меня во всяком случае не люблю когда очень яркое солнце пасмурная погода но тем не менее полтинник выставил заброшенная короче трасса здесь это как этих называют которые одноразовые то он питбайках носится полтос там короче сотка на сотка мне интересно на полтинник сейчас попробуем покидать к нокауты уже зарядила сейчас начали закину к нокауты две серии по 6 я думаю сделаю и потом попробую еще два вида пуль два вида один вид пуль который прислал мне фил романов отстрелял две первые серии в правый кружок ну точнее правый ряд верхний и средний нижний не трогал первая серия получила более менее ничего она правее пришла чуть-чуть сдвинул стп оставлял второй раз один отрыв был не знаю почему учитель на улице довольно прохладно минус 20 градусов вот принимать конечно таких условиях эксплуатировать я бы не стал то есть но тем не менее просто нужно отправлять заказчика уже комплект и поэтому сегодня вот этот вот тест так бы конечно в такую погоду вообще вы никуда бы не пошел сейчас вторые пули это слаги от фила романова который 1 и 6 вам мне 18 или 16 18 давайте кратенько по мишеням это 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 пристрелочные у меня были очень формовочные но не суть в общем смотрите справа кнопки вот этот нокаут и вот этот нокаут ну это можно отрыв не отрыв считать то есть на 5 же учитывайте что перезарядку ballpap идет за ухом это очень неудобно это постоянно смена вкладки то есть прочего остального плюс стрелял с капота никаких упоров ничего вообще нету то есть это просто банально пристрелка соответственно можно в пару раз ужимать эти отрыва тоже откидывать ну если конечно это я не на я просто был папа стрелять не умею я их не люблю потому что это крайне неудобная винтовка то есть на мой взгляд она удобно только с форточки разве что стрелять то есть я не знаю там или кровхантеры кто кто там есть вот ну либо просто как компакт поразвлекаться вот если хочется все-таки тренироваться то однозначно надо брать форм-фактор карабин смотрим к нокауту что нам показал ну 16 миллиметров грубо говоря у нас кучность получилось первая серия видно не видно я не знаю я не буду особо сегодня короче горит выпендриваться с этими замерами кучностей то есть ну 20 лана хрен с ним берем 20 округляем по краям вторая серия очень удобно конечно ну ладно вот так вот вверх ногами 20 25 округлим ладно хрен с ним пусть будет это с отрывом без отрыва тут короче говоря получается у нас копейка это на 5-0 как я и говорю и пулю от фила это первая серия 6 штук они у нас прилетели грубо говоря сколько тут он тоже около 20 получается миллиметров и вторая серия вот опять же один отрыв не на чем связано возможно с моей нелюбовью был папам и вторая группа тоже очень хорошая какой вывод могу из этого всего сделать то есть свое мнение поле я кстати осалил забыл еще у меня четыре штучки был этих которые пульки 2 грамма весом ну их ладно на следующий раз оставим поиграться со скоростями попробовать потолкать посмотреть по отбирать потому что это все таки литье я и говорю сейчас конкретного про эти пули если попробовать их по отбирать то есть визуально то есть на предмет брака литья то вполне себе они имеют место быть это точно потому что пуль довольно легко покидает канал ствола за счет своих поисков то есть она неплохо проходит через вот это псевдочерковое сужение и вполне себе оттолкаема то есть 18 видно чуть чуть ниже полетели но тем не менее то есть как я и говорил то есть скорость мы с вами это все видели это все видели это все знаем по большому счету а почему бы и нет то есть если вот эта пуля у нас стоит где-то полторашку за банку да то это практически бесплатно то есть ну как вложением минимальные будут нужны как минимальные то есть в идеале надо помимо лейки еще тигель купить но можно приловчиться и без него я думаю либо самодельный сделать лучше конечно тигелем либо а ну еще и эту как его пасту для осалки не пасту эту смазку силиконовую с тефлоном фторопластом и тогда вполне себе бюджетная пуля то есть практически бесплатная но через сколько она купится давайте считать тигель сейчас сколько стоит но бы уж на я смотрел где-то в районе восьми рублей можно взять да лейка трешку то есть получается где-то 11 тысяч это соответственно у нас получается где-то примерно сколько банок пулер их можно купить тогда где-то 5-6 банок 5-6 банок вот таких пуль равняется практически бесплатно а свинец где убрать там шиномонтажки везде в принципе это каждый сам для себя решит в общем меня просто просили это дело попробовать прокомментировать каким-либо образом конкретно касаемо самой пульки вполне себе надо еще на дальняк попробовать пострелять но у меня их там осталось чуть-чуть не знаю фил романов если будет смотреть это видео вот может быть он через андрея закинет мне если у него будет такая возможность хотя бы я не знаю штучек 50 еще когда ко мне приедет очередная пятерочка мы обязательно это дело попробуем желательно чтобы это уже было тепло потому что в минус 20 но вообще не комфортно не комильфо в общем то такие вот результаты как обычно лайки дизлайки по желанию всем пока